Ёлка жаданя у белорусской червоной крыш протягивает что готовую доброчинную кампанию по сбору подарунков для детей. Волонтеры подрихтовали подарунки для тех, кто не просил особливых сюрпризов, а так само адресно собрали спис детских пожаданий по всей области. Да помогают выполнять мары необычные люди и организации. Так, например, супрацовники одного из губницких салонов при Гожосте выросли стать черевниками для шмадзетной семьи из Добруша, яка годуе 11 детей. Супрацовники салона отрывали электронные листы от детей и набыли все необходимые подарунки для хлопчиков и девчонок. Это уже у нас второй случай. Мы тоже помогали одной семье, малообеспеченной, многодетной, и хотели сделать приятное их маме. А теперь мы хотим сделать приятное деткам. Ведь сейчас такие сложные времена, им хочется праздника, радости, подарков. И мы понимаем, что не все семьи могут себе сейчас это позволить. И наш коллектив отозвался очень положительно поучаствовать в таком проекте. Мы это поддержали. И это действительно очень-очень приятно. Действительно дарить подарки приятнее, чем их даже получать. Мы бы хотели поблагодарить всех таких вот дарителей, добрых волшебников, которые в наши действующие праздники, новогодние, рождественские, творят такие настоящие чудеса. Потому что дети стараются, пишут пожелания. Они в эти пожелания закладывают самые заветные мечты, которые только они бы хотели осуществить. И у нас есть сегодня те самые добрые волшебники в Гомельской области, которые могут это исполнить. Усяго по Гомельской области червоные крыши створил коля 100 елок жаданья. Участка из их была организована в онлайн-формате. Остатние, как звычайно, находились в хандлевых центрах. Дякуючи до помощи спонсоров, свои подарунки уже отримали коля 600 детей. Доброчинная акция протягнется до 15-го студеня. Субтитры создавал DimaTorzok